Здесь все как на настоящем экзаменационном пункте. Металлоискатель, паспортный контроль. Личные вещи и телефоны участники акции обязательно оставляют за пределами кабинетов. Немного волнительно. Делится мама выпускника, Эльвира Терехова. Говорит, пока сын отдыхал на каникулах, она готовилась к испытанию. Знакомилась с правилами и процедурой сдачи ЕГЭ. Здесь, наверное, прежде всего даже не столько проверить свои знания по истории, сколько ощутить те эмоции, те психологические настройки, которые будут испытывать наши выпускники, чтобы, наверное, вот в этот короткий промежуток времени оказать со стороны родителей правильную поддержку и помощь нашим выпускникам. Мне кажется, я в большей степени именно по этой причине тут. Пройти испытания, а это, кстати, сокращенный вариант ЕГЭ, вместе с родителями попробовали курские министры Юлия Политыкина и Наталья Бастрикова, а также замгубернатора Виктора Карамышева. Все для того, чтобы показать, в этом нет ничего сложного. Основное, на чем мы сосредотачиваемся, это на прохождении процедуры. Но вместе с тем, даже на этом экзамене родители могут понять, как проходят те или иные задания, ну и, соответственно, проверить свои знания и успокоиться. Очень важен психологический настрой и очень важна атмосфера в семье. Нет никаких предпосылок для того, чтобы бояться единого госэкзамена, если вы учились в школе. Психологические особенности вот этого подросткового и старшего школьного возраста, они заключаются в том, что ребенок очень часто не демонстрирует свою озабоченность, напряженность. Поэтому родители как-то дополнительно пытаются ребенка мотивировать. Вот это делать совершенно не нужно. Процедура абсолютно понятная всем школьникам. Акция проходит в Курской области восьмой раз. Экзамены родители пишут во всех муниципалитетах. В этом году в регионе ЕГЭ сдадут 4 318 школьников. Михаил Агарков, Сергей Малеев. События дня.